В Люберцах протестировали костюм ГЕРД, который имитирует состояние человека с ограниченными физическими возможностями. Уникальное приспособление не только помогает представить, как живут люди с плохим зрением, слухом и больными суставами, но и понять, что необходимо сделать для их комфортного передвижения. Наша съемочная группа сопровождала мужчину, который примерил такой костюм и прошел непростое испытание. Мы начнем, наверное, с самого легкого. Это туго подвижность суставов. Для этого существуют попытки на локотниче. Далее на испытуемого надевают ограничители подвижности колен, рук и шеи, а также утяжелители на ноги. Каждый весит по полтора килограмма. Самый тяжелый аксессуар – жилет весом 15 килограммов. Итого на мужчине 25 килограммов груза, который максимально сковывает движение. Для завершения образа очки, имитирующие катаракту и наушники, лишающие слуха. Руки потяжелели, ноги потяжелели. Сердцебиение участилось. В таком обмундировании Алексей Черкасов отправился тестировать первый объект – Дом офицеров. Ему удалось самостоятельно подняться и спуститься по лестнице, дойти до туалетной комнаты и сориентироваться в помещении. Помогла тактильная плитка хорошо заметного желтого цвета. Программа «Доступная среда» реализована в этом учреждении на 100%. Возможность применить в действии технологичный симулятор предоставили сотрудники Сбербанка. Эта компания самая первая в России закупила костюм ГЕРД в 2016 году. Результаты исследований помогают развивать доступность среды. Это очень важно, это социальный проект, и мы всячески будем это направление развивать. Только что обсудили с сотрудниками нашего Дома офицеров, какое количество посещает людей, испытывающих определенные сложности в скованности движений. И, конечно же, в следующем году мы будем стараться количество этих людей удвоить. Еще один объект, который принял участие в эксперименте – центральный МФЦ. На входе человека с особенностями здоровья встретил помощник, который сопровождал весь его путь. Его приняли вне очереди. Для этого работает специальное окно. Какая у вас услуга? Я очень плохо слышу, извините. Выписку из ЕГРН получать. Выписку из ЕГРН? С вас паспорт, пожалуйста. Чтобы усложнить задачу, Алексею надели перчатки, которые подают ток, и у него началось непроизвольное сокращение мышц. В таких условиях ему нужно было написать заявление. Ощущение неконтролируемости руки в определенный момент. То есть вроде ее контролируют, и доля секунды, и контроль теряется. Испытание завершено. Герой делится общими впечатлениями. В Доме офицеров, да, есть табличка, есть кнопка, есть звук. Его слышно, и там вот вторая табличка, там, допустим, нужно погромче сделать. Ее не слышно. Вот исходя из таких моментов, когда сам пройдешь, уже можно принимать более обоснованные решения по формированию доступной среды. Для достижения максимального эффекта Алексей Черкасов предложил, чтобы при следующем тест-драйве в качестве консультанта с ними был человек с особенностями здоровья. Работа в тандеме поможет усовершенствовать доступную среду и учесть абсолютно все тонкости.